Я про него вчера рассказывал, представляет команду Prima Power Team, а Деннис, конечно, очень мощно провел здесь пятничные практики, да и в субботу тоже с утра был, в общем-то, в таком хорошем состоянии, и у нас опять атака, и проходит, судя по всему, Егор Оруджев, но там, по-моему, за пределы трассы он выкатывается сейчас и удерживается. Ой, и посмотрите, что происходит, посмотрите, что происходит, сейчас Албан фактически таранит Егора Оруджева, и прокол у Егора случился, да, но вот этот эпизод совершенно точно стюарды будут после гонки разбирать, причем Александр Албан сам себе машину тоже повредил, передний обтекатель там серьезно так у него пострадал, обломки есть на трассе, ну а Егор, вот, обладая такой хорошей скоростью, но немножко вынесло его там на внешнюю часть трассы, да, он оказался за ее пределами, и, кстати говоря, не факт, что всеми четырьмя колесами он не был вот за пределами этой трассы, вполне возможно, что пришлось бы там ему вернуть позицию Албана, но вот посмотрите, как сейчас, ну, может быть, не совсем корректно поступил тайский пилот. И вот еще раз у нас этот, да, но здесь ошибка у самого Егора, и, судя по всему, посмотрите, прокол-то случился еще раньше, неужели там еще раньше был контакт? Здесь стюарды маршалы будут, точнее, убирать вот эти обломки, которые остались на трассе от машины Александра Албана, но сейчас Албан сам тоже теряет, а пока еще он на пятой позиции у нас вот так официально значится в лайфтайминге, но, судя по всему, сейчас он будет, конечно, там падать все ниже и ниже. Да, ну, совершенно точно, контакт между Албаном и Оруджевым спровоцировал этот прокол. Правое заднее колесо. Ну, не знаю, конечно, кто здесь виноват больше, но все-таки Егор-то не мог видеть Албана, да, вот так, если так смотреть в зеркало. Но, с другой стороны, Александр, я не думаю, что сам он-то как-то специально сделал, может быть, просто была ошибка, наскочил так физически на болид команды ТЭК-1 Рейсинг. И очень обидно, но у Егора очень хорошая была гонка, по темпу никаких к нему вопросов не было. И вот сейчас поменяет, конечно, ему здесь покрышки, этот пидстоп пройдет, но я думаю, что должен Егор вернуться обратно в гонку. Да, сейчас смена заднего правого колеса происходит. Вот у Албана вчера гонка не совсем задалась, она была по итогам вчерашних заездов, по итогам вчерашней гонки на четвертой позиции. Пилот, представляющий бельгийскую команду КТР, но сегодня, сегодня он, в принципе, также примерно в свою силу идет. Ну, вот Россиянину гонку испортил, хотя мы вполне могли ждать от Егора очень хорошего результата, потому что я еще раз напоминаю, что по темпу команда, ну, фантастическую работу проделала после вчерашней, может быть, не очень удачной гонки.